Всем доброго времени суток. Продолжаем делать обзор на видео с Амвелла, на трансляцию. Еще одно слово, которое ТВшка, прожив до 74 с лишним лет, не знает. Чувство такта. Севка спрашивает, а та трусы ему свои в камеру пихает. Какой красноречивый ответ. Даже не надо, чтобы она что-то отвечала. И опять она, она точно так же, как со словом стыд. Что, кто, где, она понятия. Чувство такса. Да, чувство такса. Такса именно. Собаки надо узнать. Стыд не знает, что такое. Чувство стыда тоже, оказывается, не знает, что такое. Вот вам и читающий человек. Вот вам и учительница русского языка в армянской школе. Конечно, она туда попала. Залетным таким некому было преподавать. Бедные дети. Чему она их там учила? Газует постоянно без стыда и совести. Знает, что сын снимает. Знает, что все это слышно. Но упорно делает вид, ну, будто, знаете, вот так и надо. Спрашивает у нее зрители, как Надя жила с такой пердежницей. Ведь вонь в квартире. Вы знаете, она с совершенно невозмутимым выражением на лице говорит, он одинюх не работает. Вот это тоже распущенность. Тоже распущенность. Есть гораздо старше бабушки у нас в селе. И никогда, никогда я такого не слышала, как от вот этой вот городской красивой девочки. Как она постоянно про себя говорит. Девочки, да, все мы девочки. Вот вам этика. Вот вам эстетика. И чувство стыда. И чувство такта. Вот оно все и показалось, проявилось. Севки советуют найти бабусю на случай, ну, если вдруг что-то там с мамкой случится, ее не станет, чтобы за ней ухаживать. Он же привык уже только этим заниматься. Ну, все. Тв-шка, как об этом услышал, просто как кобра очковая, капюшон раскрыла. И еще чего. Ага. Да сейчас там она сказала. Сейчас там. Ира давно говорила, хватит общаться со старыми бабками. Это тоже слова ТВ. Вот опять получается Ира лицемерит. Ведь она сама с этой Надей общается. Ну, что же, если она такая... Какое слово подобрать? Ну, почему она сама лично не скажет об этом в глаза, если она так думает и дает такие советы Самвелу избавиться от всех бабок, с которыми он общается? А почему надо от них избавляться? А что такого, если люди разного возраста с друг другом поддерживают общение? Другое дело, кто эти люди младшего возраста? Чему их учат люди старшего возраста? Я сейчас не об этом. Я конкретно вот по факту. ТВ-шка передала слова Иры, как чего общаться со старыми бабками. Ну, как так можно было сказать? Вот сказала бы Надя, ты старая бабка, не звони мне. И синие рылки она тоже так не сказала. Ты старая бабка, зачем ты мне звонишь? Оставь меня в покое. Она даже Диану одернула, когда Ира ей сказала, что я сейчас вот с Надей общалась. И Диана так язвительно произнесла, подружка. И она сказала, а что подружка? Ну да, она мне звонит. А что здесь такого? Значит, когда Надя звонит Ире, или это опять же таки только игра на камеру, получается, была. И вот тогда она дочь одернула и сказала, а ничего такого здесь нет. А получается, когда камера выключается, Ира тут же начинает давать советы, типа, зачем тебе вот эти старые бабки? Значит, это и Зины тоже самое касается. Интересная женщина, конечно. Он, значит, с матерью крутится. Могла бы сама подумать. А их мама, она уже бабка. Вокруг нее, соответственно, такие же бабки. Она пыталась одно время влезть в компанию, к молодежи, с Колей, тусоваться, с Юлей, с этими тартоделами. Потом вот эти капсулисты были черно-белые. Она пыталась туда всовываться. Была она там уместна? Нет, не была, потому что она не умеет себя вести. Поэтому ей в окружении Нади и Зины само то. А Сивка, естественно, со своей камеры тоже там же, в этом же котле. Ну, раз речь о Наде зашла, то сразу про Надю скажу. Прилетела Надя в очередной раз. Пинок благодарности от ТВшки. Такой волшебный пендель, чтобы хотя бы через пятую точку до Надиных мозгов что-то дошло. Нет, не должно. Сто раз говорила, эта ТВшка говорит, что Надя одна из 500 подписчиков. Ни больше, ни меньше. Никакая она нам не родня, как бы она не тулилась. Родственников у них по крови полно. Надя косит, по-моему, действительно под какую-то дурочку. Они кровных ни во что не ставят и особо не учитывают. А тут влепится какая-то из недогорок. Написали мне зрители, что все-таки, да, Надя правильно произносит. Не недогорки, а недогорки. Действительно, очень трудно, когда я уже привыкла говорить недогарки. Самвел на Эдика и племянниц прет катком. На Иру про эти волосы, что как пакля у нее и прочее уже начинал наезжать. Мать на дочь буром прет. Между собой сын с матерью лаятся и к черту посылают. Надя куда лезет? В какую родню? Муз спрашивается, неужели она этого не замечает? Неужели ей нужна такая родня? Ну и что, что сумки везет? Ей говорили, что мы обойдемся без них, ведь сама напехом лезет. Хоть и по-хамски отвечают, но она ведь сама напросилась. В самом деле, не нужны твои услуги, не нужны твои сумки. Ну так уважай сама себя и остальные будут уважать. Самвел считает Надю сплетницей. Я думаю, ну все, в следующий приезд будем слушать, что Надя вообще ни разу не сплетница. Будет открещиваться, отмазываться. Говорит, не-не-не-не, никому Николу ничего. А она в этой трансляции, Севка, ей позвонил. И тут же Надя начала оправдываться. Даже близко она не сплетница. Надя, не теряйтесь и злейте душу. Скажите из конца-то в конец, какой Севка враль. Вот он уверяет даже вот в этой трансляции. Он сказал, я честный и никогда никому плохого ничего не сделал. То, что плохого не сделал, тут Надя и руками, и ногами будет за. А вот про честность она не согласна. Она уже несколько раз говорила, ты не брешишь, ты не брехливый. Ты сказать, сказать и молчит. Ну вот уже начала бы и говорила бы. Больше было бы уважения к ней. Вот он пригласил Надю в Днепр через две недели. Вот как раз и поговорите об этом. Придумали там еще историю заняться этим на детекторе лжи, чтобы Надя прошла. Ой, боже мой, чем бы дитя не тяжелось. Честное слово, лишь бы не вешалось. ТВ-шка, разумеется, против этого приезда. Но стоило Севке сказать, что он снимет ей отличную квартиру в центре, Сталинку. Мамашка тут же запела другую песню. Она же тут все знает. Тут духовка. У меня удобнее. Здесь она печет. Ой, бой, ой. Вот что и требовалось доказать. Тут же все она начала и это. Пусть Надя уже и через два дня приезжает. Она уже согласна. Севка рассказывает, что Киркоров приезжал в Астану и, по мнению Севки, пел отвратительно. В Москве, говорит, он не посмел бы так выступать. А для Астаны само то. В каком смысле само то? Астанинцы третий сорт для него, что ли? Я правильно понимаю? Он это хотел сказать? Да у нас в деревне любой петух лучше поет, чем Севка кукарекает. Клюв свой слишком активно стал открывать и, честно говоря, не по делу. Звезда недалекая. Филипп давно нашел другое слово в отношении таких, как Севка. Тенорок Днепровский. Чай Невласкало поет, поэтому, как всякий сверчок, надо бы ему знать уже свой шесток. Кто-то написал, вы суперпевец, вас весь Казахстан слушает, слушайте. Не надо говорить за весь Казахстан. Вот отвечайте конкретно за себя. Вот у меня есть зрители из Казахстана. Напишите, вы в восторге от вот этого вот квакания Севкиного? Нравится вам, как он поет или нет? Вот таким вот был мой обзор. На этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Спасибо тем, кто проявляет активность на канале, подписывается, оставляет свои комментарии и ставит лайки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok